Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Отопительный сезон начался не у всех. Что делать, если тепло к вам так и не пришло? Старт забега по тропам. В Анапе прошли уникальные соревнования по трейл-раннингу. Серебро в копилке юных спортсменов. Футболисты из Анапы заняли второе место на международном детском турнире «Кожаный мяч». А у нас в квартире газ. Так хотели бы, но не могут сказать владельцы квартир в доме по адресу Шевченко 288-Б. Застройщик предъявил результаты госэкспертизы и в ней указано – голубое топливо в многоэтажке есть. По факту люди, которые месяц пытаются добиться от горгаза решения вопроса. На личном приеме глава Анапы потребовала своих заместителей разрешить ситуацию и дать людям ответ, когда в их доме появится газ. Владельцы квартир в доме по Шевченко 288-Б на личном приеме главы уверяют – газа нет полгода, а вместе с ним и горячей воды. Спасают электрокотлы и электропечи, но проводка едва справляется с нагрузками. Обивали пороги различных инстанций безрезультатно. Мы Пахниной хотели на прием попасть. Вот вместе доложили ей в авторник. Она отказалась на приеме. Сказали, на другой момент, говорю, к вам прием, когда захотите. Приемный день не принимает. Ни приемный день тоже не принимает. Мы говорим, к Сергею Павловичу идем на прием. И к Бузуновой на приеме. К главному инженеру пошли. Бузунова обещала ей под Потапом, то есть помощник его, что газ будет таскать. А он мне не докладывал. Главный инженер говорит, это раздовывает. А я ничего не знаю. Это говорит не совещание было, это говорит прием по личным вопросам. Что дальше? Застройщик тоже не стремится объясниться с людьми, хотя и обещает в течение двух недель оформить документы на поставку голубого топлива. Сейчас вызывайте Симоняна, ничего слышать не хочу. Езжайте к ним во двор и рассказывайте, когда будет газ. Вызывайте туда Барклину, кого хотите. Они что, заперзут? В заключении государственной строительной экспертизы все технические условия выполнены. По градостроительному кодексу этот документ – основание для того, чтобы ввести дом в эксплуатацию. Вы проверили это заключение госэкспертизы? Сейчас мне найдите его, записывайте. По вот этому дому. И справку о выполнении технических условий. Если таковых документов нет, Владимир Владимирович, у меня вопрос, почему вы подписали? Если таковые документы есть, сейчас Костенко подключаете исковое заявление в суд и в прокуратуру, что в отношении нас совершены мошеннические действия. Запросите тот, кто вам написал с госэкспертизы. Есть ли чья-то закоречка? Запросите. Писали вы? Напишите. Писали. Тогда, если вы писали это заключение, поехали с нами во двор и покажите, где газ. Поручение главы выехать на место и дать людям разъяснение службы выполнили сегодня вечером. В нашем следующем выпуске мы продолжим тему. И в продолжении темы. В эту субботу, 15 октября, по распоряжению главы Анапы начался отопительный сезон. Ко всем объектам социальной инфраструктуры было подведено тепло. Некоторые, как, например, детская поликлиника, по договоренности с теплоэнергетиками отопление получили раньше. Однако, в нашу редакцию поступили обращения. Тепло есть не везде. Как обстоят дела сейчас и что делать, если отопительный сезон у вас так и не начался в нашем интервью. Сегодня были продолжены подключения по всем социальным объектам, в том числе и школам. В течение короткого промежутка времени все объекты были запущены. Кое-где были вопросы связаны с тем, что не сразу открыли свои арматуры, задвижки непосредственно на объектах. То есть, эта часть вопроса связана с тем, что обязательство по эксплуатации, обслуживанию этих объектов лежит на обслуживании персонала этих объектов. На данный момент все подключены, котельные все работают в режиме, в штатном режиме. Соответственно, те подключаются, какие есть вопросы, связанные с подключением жилого фонда. Жилой фонд у нас подключается самостоятельно. Мы на границу поставки всем тепло предоставили. Сети, внутренние инженерные сети тоже все были заполнены. Соответственно, теперь стоит только управляющая компания, либо работнику, который занимается обслуживанием индивидуальных тепловых пунктов, либо элеваторов, зашел в подвальное помещение и открыл ту задвижку, которому необходим. О фактах отсутствия тепла и случаях неподключения многоквартирных домов к теплоснабжению можно сообщить на горячую линию. Телефон в Анапе 55610. Ответственное лицо – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа Григориан Армен Камойевич. А вот по поводу водоснабжения беспокоиться не стоит. По крайней мере, в этом уверяют специалисты Анапского водоканала. Как предстоящим холодам готовится город-курорт и что предпринято для бесперебойной работы, узнала наша съемочная группа. Курортный сезон завершился, расход воды существенно упал. Но осенние дожди создали дополнительную нагрузку на систему очистных сооружений. Впрочем, даже обильные осадки не стали причиной сбоев. Оборудование работает в штатном режиме. За этим внимательно следит инженер-технолог Татьяна Егорова. На своем рабочем посту она уже более 30 лет, поэтому секретов и неожиданностей в работе нет. По словам Татьяны Сафроновны, пиковые нагрузки миновали городскую систему очистки. За лето здесь отфильтровали более 4,5 миллионов кубометров канализации источных вод. Теперь можно спокойно переходить в зимний режим работы. Сейчас мы будем переходить на зимний период. Мы будем оставлять две нитки, а две нитки будут подвергаться ремонту. Значит, вот весной мы это ремонтировали, две нитки первичного отстаивания. Вот, как раз вот вы снимали эти отстойники. А эти все ждут в своей очереди. Сейчас мы остановим первую нитку, отремонтируем. Мы купили аэраторы новые, вот, на один из аэротенков. То есть мы ремонт делаем практически вот только в зимний период времени и немножко весны, когда маленький приток. Важная работа ведется и на главной насосной станции, расположенной в верхнем джемоте. Кроме того, что здание капитально отремонтировали, здесь была установлена дополнительная дизельная электростанция на 100 киловатт, которая обеспечивает бесперебойную работу насосов. Станция обеспечивает водой всю Анапу. Также ведутся работы по замене старого трубопровода, который исчерпал свой ресурс. На данный момент происходит замена двух аварийных трубопроводов диаметром 500 на 1200, что обеспечит большее количество снабжения водой нашего города, курорта. Работы производятся по плану. Полипропилен гораздо качественнее, то есть не образуются наросты в трубопроводах, не откладываются известковые налеты в трубе. И по долголетию сроку службы гораздо больше пропилен, чем сталь. Все работы, которые проходят на объектах водоканала, плановые. Как заверяет руководство предприятия, на жизни горожан и деятельности городских объектов это никак не отразится. Сейчас в штате водоканала почти тысяча сотрудников. 60% из них это люди, которые по несколько десятков лет работают здесь и знают свою работу досконально. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что при помощи администрации, в тесном с ней взаимодействии, все, что мы делаем, для нас проходит как бы по зеленой улице, можно так сказать. И благодаря помощи администрации, непосредственно главе, все, что происходит сейчас, все, что вы увидели, увидите, это делается в тесном взаимодействии. Анапа к зиме готова. На случай возникновения форс-мажорных обстоятельств есть резервные линии, которые обеспечат население необходимым количеством воды. Главное направление работы сейчас – замена оборудования на более мощное и подготовка к новому сезону 2017 года. На выходных в Анапе далее «Старт» первым соревнованием по трейл-раннингу, в дословном переводе с английского «забегу по тропам». Участникам предстояло пробежать от 5 до 55,5 километров. Самая дальняя точка маршрута – поселок Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Подготовка к таким соревнованиям самая серьезная. Маршрут согласован, у спортсменов с собой вода и даже специальное питание. Обязательно также мобильный телефон и наличные деньги. О сравнительно новом для России виде спорта в нашем следующем репортаже. Старт 5-километрового забега по Анапе через Ореховую рощу, набережную мимо музея Горгипия. Первые на финише – анапчане, воспитанники спортшколы «Олимп». Здесь же дали старт забегу на 55,5 километров, который завершился в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Трейл раннинг или бег по природным ландшафтам – сравнительно молодая дисциплина, которая набирает популярность как в мире, так и в России. Для подобных забегов часто выбирают пересеченную местность. Каждому участнику полагается специальный чип, обязательно с собой мобильный телефон, даже определенная сумма наличных денег. Каждый может взять запас воды и специальной еды. Вот этот рассчитан на 2 литра, это где-то литра и полтора у меня вода с собой. Вот такие гели с собой берем. Москвич Сергей Гусев говорит, что давно увлекается спортом. Начинал с бега и триатлона, потом увлекся трейлом. С командой занимал призовые места на региональных соревнованиях. Рекордная дистанция – 50 километров, но это было на равнине. В горной местности решил попробовать свои силы на 37 километрах. Получилась возможность взять небольшой отпуск на работе. С женой поехали сюда, чтобы отдохнуть и пробежать. Новые места, горы, красиво будет. Трасса Анапа-Абраудерсо с видами на море и горы. Центр смена в поселке Суко. Транзитная точка для участников забега на 55,5 километров. Здесь же конечная точка 18-километровой трассы. Первым финишировал Максим Суслов из Челябинской области. Соперник Максима, Ставрополец Дмитрий Погоцкий, говорит, что тоже не рассчитывал на призовое место. Саму гонку назвал интересной. Вроде бы легкая трасса, там не больше троечки, дождя не было, спасибо погоде опять же за это. Но последний подъем очень сильно убил. И вот эта галька, конечно, невозможно после подъема и спусков по ней бежать. Так что очень ровная, очень хорошая гонка. Приедем сюда еще раз. Организаторы говорят, что такие соревнования подготовить технически непросто. Союзниками выступили муниципальные власти. Необходимо было досконально проработать маршрут. Предусмотреть варианты оказания экстренной помощи вдоль всей трассы, точки, где дежурят волонтеры с водой, сладостями и фруктами. Итог такой совместной работы – желание организаторов вернуться сюда же в следующем году. Мы просто побегали, увидели замечательные красивые места и замечательный климат анапский. По сравнению с другими курортами на Черном море, в Анапе воздух очень подходит для занятий спортом. Он сухой, в то время как в других курортах он более влажный. Это гораздо легче для того, чтобы тренироваться и выступать в соревнованиях. По словам Михаила Громова, время проведения соревнований выбрали не случайно. В жару такие забеги проводить просто нельзя. На продвижение в СМИ, в социальных сетях ушло около двух месяцев. За это время откликнулись более 400 участников, что, по мнению организаторов, неплохо для начала. В будущем году прогнозируют значительное увеличение числа участников, а за прохождение 50-километровой трассы уже начисляются квалификационные очки, необходимые для допуска на международные соревнования. 60 казаков Анапского районного казачьего общества и 25 учащихся казачьих классов из села Юровка приняли участие в параде Таманского отдела на празднование 320-й годовщины образования Кубанского казачьего войска и Дня Кубанского казачества. Торжества накануне состоялись в Абинске. Аналогичные празднества также прошли в городах и станицах, где территориально расположены отделы и округ Кубанского казачьего войска. В Абинске по центральной площади прошли казачьи парадные расчеты Абинского, Анапского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Приморско-Ахтарского, Славинского и Темрюкского районных казачьих обществ, кадетских училищ и казачьих классов школ, а также участники всероссийских соревнований казачьих сполок, проходящих в Анапе. Юные футболисты из Анапы заняли второе место на международном детском турнире «Кожаный мяч». Он завершился в эти выходные. Матчи проходили в городе-курорте на стадионе «Спартак». Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и администрации города-курорта Анапа. Ребята из КНР приветствуют участников международного турнира «Кожаный мяч» среди юношей 12-13 лет. Они заняли пятое место. С российскими сверстниками из Анапы, Оренбургской, Псковской и Иркутской областей также сыграли юные футболисты из Белоруссии и Молдовы, а также Южной Осетии. Зарубежных гостей особо отметили в приветствии от имени Российского футбольного союза. В Российской Федерации «Танэн» турнир является одним из приоритетных направлений развития массовой физической культуры. И те команды, которые от Российской Федерации принимают здесь участие, они являются лучшими на сегодняшний день в этом году. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева хочу поприветствовать еще раз вас и пожелать вам удачной игры, это финалистам, и не расстраиваться тем, кто занял более низкие места, нежели первые, вторые, третьи. Потому что на самом деле футбол объединяет и не имеет значения то, какие мы места занимаем. Главное – участие. Это главный девиз спорта и физической культуры. Соревнования проходили в течение семи дней. Сначала был групповой этап, затем финальная часть. Анапчане принимали участие на правах хозяев, заняли первое место в группе, дошли до финала, где уступили сверстникам из Оренбурга. В городе-курорте футболом занимаются в четырех спортивных школах. Уже сегодня здесь регулярно проходят всероссийские соревнования. Вместе с тем в Анапе будут проводить тренировки участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. В ближайшее время начнется реконструкция двух площадок, которые после окончания первенства останутся в распоряжении жителей и гостей города. Экстренное предупреждение. По данным МЧС России, по Краснодарскому краю ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает Соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Рекомендуется закрыть окна, двери балконов и лоджий. Убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.